В Беларуси вводится новый институт власти. Закон о ВНС принят во втором чтении. До этого документ прошел общественное обсуждение. Народная вещь наделяется широким кругом полномочий. Среди них право утверждать военную доктрину, концепцию национальной безопасности, объявлять импичмент и многое другое. Делегаты будут избираться от различных групп населения и собираться не менее одного раза в год при необходимости чаще. Минздрав намерен зарегистрировать белорусскую вакцину против COVID-19 к концу года. Прототип препарата в виде раствора уже опробирован на экспериментальных животных. Результаты показали – лекарство безопасно и эффективно. Сейчас ведется наработка опытно-промышленных партий, когда лабораторная технология переносится на производство. После пройдут доклинические исследования. Выставку «Беларусь интеллектуальная» дополнили новыми экспонатами. В Белэкспо их представлено свыше 400. Среди них – крупногабаритная техника, макеты и мультимедийные презентации. В течение трех дней несколько тысяч посетителей ознакомились с отечественными научно-техническими разработками. Из-за большого интереса работу площадки продлили на неделю. В стране в этом году начнут выпускать вегетарианскую колбасу и овсяное молоко. На Бабушкиной крынке уже прошла выработка опытной партии. Разработан дизайн упаковки. Также проводятся маркетинговые исследования, оценка рынка и подбор производителей для аналогов мясной продукции. Совсем скоро новые товары появятся на полках магазинов. В 2023-м в Могилевской области капитально отремонтируют более 20 школ. На это выделено порядка 27 миллионов рублей. Проектно-сметная документация разработана еще в прошлом году. Обновление классов и оборудования позволит создать комфортные условия даже в самых отдаленных и небольших учебных заведениях.